Субтитры создавал DimaTorzok Мы делимся словом, откровением, вдохновляем друг друга, заботимся друг о друге, по возможности стараемся это делать. Поэтому добро пожаловать, если вы первый раз, и пусть Господь вас благословит. Хорошо, друзья, я бы хотел, продолжая тему ретрита, знаете, я свою проповедь назвал таким названием «Место моего покоя» или «Моя тайная комната, мое убежище». Я не буду говорить, да, мы знаем, что место покоя на небесах, мы не будем говорить о небесах, мы будем говорить, немножечко спустимся вниз, как бы о земной, но где что место, где я могу обрести покой, силу и так далее. И об этом мы поговорим. И продолжая тему ретрита, да, мы знаем, что была тема «Да будет твоя воля», и мы знаем, что воля Божия, она благая, угодная и как? И совершенная. Даже совершенно в тех моментах, когда нам не совсем, может быть, эти моменты подходящие, или мы, может быть, не ожидали, или, может быть, мы не подготовлены, а часто бывает так, что мы попадаем в какие-то моменты не совсем, ну, подготовлены, да, и мы проходим некоторые трудности, сложности, и мы думаем, Боже, где ты, за что, почему это со мной случилось? Но есть в этом воля Божия, потому что она благая, угодная и совершенная. То есть слово, это значит не без недостатков, Бог всегда смотрит намного дальше, чем мы. Поэтому воля совершенная, это значит, есть, есть определенный момент, который человек, он должен пройти, но всегда есть выход. Вот, и как бы это была главной темой, и еще очень важно, что, ну, я, кстати, кто был на ретрите? Поднимите, поднимите руку, да, вот, многие, многие, слава Богу, просто прекрасное время, чудесное время, да, и, ну, кто был, кто слышал, вторая была, как бы, тоже такая тема об отношениях с Богом. Это очень важно, чтобы каждый человек, он имел отношение с Богом. И это прекрасное время, я скажу, не знаю, как вы, но я верю, что это время было, да, то есть обновление, время укрепления, время какой-то, может, трансформации, слово от Господа, ну, многие получали слово от Бога, да, о том, что ты так долго молился или молилась, там, ждал, ждал, но Господь тебя услышал, и Господь скоро ответит на твою просьбу. Как это радостно, да, что Господь, Господь знает, о чем ты просишь, о чем ты молишься, и я тебя услышал. Как важно такое, да, вот услышать, что Господь, Он знает, Он слышал. И это прекрасное время, когда действительно было и вдохновленное слово, и ободрительное слово, назидание, может быть, что какие-то переоценка ценностей происходило. Ну, это просто, просто потрясающе. Вот, но в этом всем есть единственный минус. Ну, какой может быть, какой может быть минус, так все хорошо, так все замечательно, ну, так, да, так все, так все прекрасно, какой же тот минус. Но минус в том, что как все это быстро закончилось, да, просто пролетели эти дни, просто вот, там, два с половиной дня очень-очень быстро. И не зная, как вы, ну, такая, какая-то пришла такая грусть, да, вот, ну, вот было такое у вас? Думаешь, Боже, ну, ну, так все хорошо, так все, как это так быстро, еще, еще бы пару дней, Боже, ну, еще бы, да, я думаю, Боже, так, может быть, здесь и остаться, знаешь. И вот такая вот, какая-то вот грусть, такая печаль, что опять надо ехать домой, опять в свою обыденную атмосферу, да, вот как бы из-за этого, да, там, у кого-то, может быть, какие-то нерешенные проблемы, обстоятельства, и думаешь, Боже, ну, ну, вот не хочу. Ну, вы такое чувствовали, да, или, может быть, я такое чувствовал, да, ну, чувствовали, я думаю, что да, не слышу. Или, может быть, да, слава Богу, закончилось, побыстрее вы домой, там, все, там, дела. То есть, ну, такое вот состояние, что как быстро все это закончилось. И, конечно, мы, конечно, возвращаемся домой с другими, с другими уже мыслями, наполненные, там, свежестью, обновлением, вот, и тот уголек, который, ну, вот я за себя, который ты получил, ты его пытаешься, там, постоянно вот это раздувать, чтобы он не погас, и ты с этим угольком носишься везде, там, чтобы, да, вот, потому что ты думаешь, что так здорово, классно, а потом ты приходишь домой, через два-три дня, как-то, ну, такой раз, и как-то вот все, вот, как-то, и ты думаешь, Боже, не хочу, хочу дальше гореть этим, да, там, словом, этим состоянием, этим присутствием, которое ты, ну, долго искал, и ты с этим угольком носишься, дуешь его, раздуваешь, чтобы он не погас, вот, и... Потому что ты понимаешь, как ценно то, что ты получил, как ценно и как важно иметь встречу с Богом, даже не обращаешь на какие-то, ну, препятствия в своей жизни, да, там, какие бы там ни были, ну, допустим, вот, все, кто ехал на ретрит, я думаю, что у каждого были такие мысли, может, не поехать, а может, там, ну, у меня там столько много дел, как бы, какие-то были, вот, препятствия, они, может быть, даже были в самой, уже в самом конце, кстати, немного хочу рассказать о неудобствах, я назвал этот параграф чуть, такими словами, веселые дни в пятизвездочном отеле, я просто хочу рассказать, как здорово, ну, каждый же важен, что ночевал где-то, правильно, ну, слава Богу, не на улице, но где-то ночевал, и вот я хочу рассказать о веселых днях, в пятизвездочном отеле, значит, нас поселили в номер, значит, в этом номере было, интересно, было две кровати, но было три брата, значит, арифметика простая о том, что какой-то, какой, арифметика простая, что какой-то брат, он должен спать с кем-то, ну, я имею в виду лежать на кровати, вот, но я думаю, да ладно, как бы, ничего страшного, главное, я же приехал с Богом встретиться, думаю, ничего как бы страшного, все, правда, третий брат на следующий день убежал от нас, вот, вот, я подумал, наверное, он убежал, наверное, от, от моей собаки, потому что я заехал не один, ну, все, кто видел, да, я заехал со своей любимой собакой, которая не просто храпит таким пронизающим храпом, но у нее еще был первый день, скажем так, депрессии, истерика, потому что моя собака, знаете, перед тем, как лечь, спать и начать храпеть, она сначала проверяет, на месте ли хозяин, она запрыгивает на кровать, значит, начинает его там обнюхивать, когда она убеждается, что хозяин на месте, тогда ей становится спокойно, вот, поэтому, и что случилось, моя собака начинает прыгать по кроватям, искать, где хозяин, вы можете себе представить, да, спят три брата, она прыгнула к одному на кровать, там, вот, я не знаю, конечно, что, как он отреагировал, но это, вот, потом она все-таки нашла меня и успокоилась, и, конечно же, захрапела, и, конечно же, извините, я извинялся, но брат, конечно, убежал после того, он убежал из номера на следующий день, думаю, да ладно, ничего страшного, на вторые сутки еще интересная, как бы, веселая, история, знаете, я не мог уснуть, потому что я вдруг услышал просто очень духовную проповедь одного брата через стенку, вот так как мы находились в пятизвездочном отеле, вот, то там стенки, знаете, не очень большие, и тут я слышу просто такую сильную, вдохновляющую проповедь, он так проповедовал, горячо, так и минает, думаю, Боже, думаю, Господь, ну, и это как-то я могу тоже пропустить, думаю, главное же, я же приехал с Богом встретиться, думаю, ладно, потерплю, вот, и, ну, потом пришла такая мысль, наверное, думаю, самые горячие проповеди рождаются после, а было, было уже начало третьего ночи, я подумал, у нас самые горячие проповеди рождаются после трех часов ночи, думаю, да ладно, а потом, думаю, может быть, брат тоже, его поселили на одной кровати, как-то неудобно спать, там он решил до утра проповедовать, я знаю, что этот брат находится здесь, я не буду о нем говорить, он сам потом расскажет о своих проповедях, думаю, да ладно, как бы, хорошо, думаю, усну, я что-то приехал с Богом встретиться, думаю, эти все трудности, проблемы, и только я засыпаю, в долгожданный углубляюсь, погружаюсь в сон, как у меня будет звонок телефонный одной сестры, и которая говорит, ты не поможешь мне снести большую сумку на первый этаж? Я просыпаюсь, думаю, конечно, ну как же не помочь сестре снести сумку на первый этаж? Думаю, боже мой, как здорово, я смотрю, уже было где-то пол седьмого утра, думаю, да тут осталось до ретритов же совсем мало, думаю, Господь, мне же главное, что я приехал, приехал тебя найти, знаешь, это вот, и, конечно, слава Богу, я о чем говорю, я, знаете, я очень рад, я вдохновлен всей команде, всем, это, опять же, я не говорю там, что все так плохо, не, на самом деле все прекрасно, все чудесно, я просто не все рассказываю, как там находилось, как я среди ночи, из меня сползало одеяло, я замерз, говорю, Господь, я и это переживу, главное, что с тобой, потому что, видно, брату стало холодно, а я такой более, ну, не сильно, как бы, ну, мельзляк, я могу спать и без одеяла, но в тот момент мне стало как-то прохладно. Вот, слава Богу, всем организаторам, они очень старались, они очень заботились, и, на самом деле, время было, ну, классное, было очень классное время, и это было незабываемое время, даже несмотря на некоторые трудности, неудобства, потому что я верю, что каждый получил то, что ожидал от Бога, а, возможно, еще, еще больше, действительно, еще больше, потому что Бог, Он живой, и вот на таких именно встречах Бог что-то говорит. Но вопрос, знаете, в чем? Вопрос в том, как дальше сохранить этот огонь, который ты получил, как дальше получать силу от Господа, как дальше получать Слово от Господа, чтобы понимать, как действовать в определенных, как бы, ситуациях или обстоятельствах. Вот, потому что, ну, нам надо, как бы, дальше. Знаете, иногда люди приезжают, там, с больших конференций, служений, такие вдохновленные, такие, все класс, все супер, но потом проходит время, как бы, опять все, как бы, становится, да, вот, и ты, вроде как, что-то получил, но вот как-то оно, как-то нужно дальше двигаться в своем призвании, нужно дальше научиться как-то решать какие-то вопросы с Богом, и где то место, где я могу это все решить, где я могу как-то со всем этим разобраться. Разобраться с непрощением, разобраться с обидой, потому что не всегда, ну, на таких моментах, ну, ты можешь там, бывает, приходит какое-то прощение, но не всегда есть моменты, где ты должен разобраться только ты и Бог, и все. И как я могу, где это место, где я могу, куда я могу прийти, чтобы покончить с этими врагами, что у каждого человека есть враги. Вы знаете, что обида от непрощения, это один из больших врагов. Их немало, но я как бы хочу об этом именно поговорить, что это один из больших врагов, которого цель, ну, уничтожить. И сатан, он очень сильно через это действует. И я бы хотел взять одну из историй, это история о Давиде, через что он прошел, тут как бы больше я буду говорить о Давиде, через что он и как он справился вот с этой ситуацией. Это история о том, как его сын Ависалом восстал против Давида. Мы все как бы знаем эту историю. Я не буду читать, мы просто почитаем там некоторые местописания дальше, не буду, все мы знаем эту историю, да, что его сын Ависалом, он восстал против своего отца. И он восстал из-за веской причины. Ну, не просто так. Он как бы раз решил. То есть была на это причина. И это вообще как бы история, ну, как бы такая двоякая. Знаете, иногда люди, когда вот размышляешь, допустим, о весоломе, да, почему, почему он стал таким? И иногда просто как бы задумываясь, да, виноват ли в этом Давид, виноваты ли там, ну, как бы братья, которые там, да, потому что у Давида, ну, было много как бы сыновей. Почему он, ну, стал таким? И мы знаем, что он стал таким, потому что он столкнулся с несправедливостью. Иногда бывают люди, знаете, мы все сталкиваемся с несправедливостью. Ну, вы сталкиваетесь, там, я как бы сталкивался и сталкиваюсь. Ну, кто-то решает эту проблему и идет, ну, как бы дальше, да, а кто-то не смог ее решить, кто-то не справился. И это как бы разный, как бы, уровень несправедливости. Кто-то смог справиться с этим? Потому что, знаете, мы думаем, что, ну, человек, я не знаю, рождаются ли люди такие, я думаю, что, ну, может быть, какой-то единичный процент, когда люди рождаются, ну, там, не знаю, плохими, ну, и то это. Я думаю, что иногда ты встречаешь людей, да, когда человек, как бы, был нормальный, был хороший, и что-то с ним произошло, что-то в нем сломалось. И когда ты узнаешь, как бы, да, узнаешь, общаясь и узнаешь, почему он, и тут понятно, что какая-то была ситуация несправедливая, и он с ней не справился, и это сломало человека. И он не родился таким, он просто с ней столкнулся, и это сломало. И мы знаем множество историй, да, там, и как бы из Библии, да, кто смог справиться, как бы, с этим, да, как Петр, ну, он справился, как бы, да, с этой, как бы, ситуацией, когда он предал Ишова, вот. Кто-то не справился, там, не знаю, как, тот же, как бы, Иуда, и... Ну, есть примеры, где ты вот просто не справляешься, и потом оно как комом накапливается, мы пойдем дальше, что в итоге потом произошло. И мы знаем, как бы, да, с какой он сталкивался несправедливостью. То есть его, ну, как бы, один из его братьев изнасиловал его сестру по матери, вот, и потом ее бросил. А по закону мы знаем, что, да, то есть если он совершил такое, как бы, преступление, то он должен или жениться, или его должны, там, как бы, побить камнями. Но что делает Давид? Интересно, Давид его прощает. Ну, тот, кто сделал это преступление. Он его прощает, конечно же, он его, как бы, отпускает и говорит, ну, как бы, уходи, как бы, из моего дома. Но Давид его прощает. И смотря на эту ситуацию, Ави Солом очень сильно разочаровывается. Я думаю, что именно в этот момент, наверное, там он, как бы, и сломался. Ну, почему он так поступил? Почему Давид так поступил? И Ави Солом, он затаил эту обиду на своего отца. И не справился с этим. И мы знаем историю дальше, да, то, что, так как он с этой ситуацией не справился, если бы он там бы уже с ней разобрался, то я думаю, что, может быть, ход истории пошел бы по-другому. Он с ней не справляется, с этой ситуацией. И мы знаем историю дальше, что Ави Солом, не разобрался со своей обидой, убивает этого человека. То есть, пошло все дальше, дальше и дальше. И он уже сам становится в роли преступника. То есть, он совершил убийство. Он убил этого человека. Я думаю, что каждый человек, он может обижаться, потому что есть моменты в жизни несправедливые, которые, ну, именно по несправедливости. Потому что кто-то с кем-то поступил несправедливо, там, и так далее, и тому подобное. Вот, и я думаю, что Бог, он прям, ну, как бы не смотрит, прям, знаете, что человек, ну, обиделся. Это да, наш человек, мы можем обидеться, мы можем это. Но второй момент, что если ты с ней не разбираешься, она потом пойдет, пойдет как бы дальше. И Ави Солом, он с этим человеком разбирается, вот, убивает его. И интересно, мы смотрим историю дальше, что Давид его прощает, ну, Ави Солом. И он снова прощает сначала одного, потом другого, и Давид снова его прощает. И виноват ли Давид, что, ну, Ави Солом был таким, стал таким? Ну, не знаю, можно, я не думаю. Иногда, знаете, иногда дети, они, хочется, чтобы они поступали так, как хочется, вот, но иногда родители обвиняют себя, потому что, ну, действительно, когда дети, они поступают неправильно, нехорошо, ты думаешь, Боже, ну, что я не сделал, что я, надо что-то, я, ну, не доделал. Вот, но мы, я думаю, что Давид, он по-любому, у него были отношения с Богом. Я думаю, что он делился этими отношениями со своими сыновьями, там, как бы, с Соломом, может, он рассказывал, то есть об этом, как бы, да, там особо не описывается, но я думаю, что он, это первое. Второе, что он показал своим примером, да, ну, простил, он простил своего, как бы, да, сына и показал примером, что нужно так поступать. И Ави Солом, он пережил это прощение на себе, потому что, ну, Давид мог поступить с ним, ну, совсем по-другому. Он мог тоже его, как бы, изгнать, там, ну, или еще хуже, мог поступить с ним так, как он поступил, но он прощает его. И Ави Солом, он переживает это прощение. Знаешь, классно, когда, вот мы приходим к Богу, и нам хочется, да, мы знаем, что Бог у нас прощает. Это здорово, да, или там, вот, как вы говорите, вот, хочется вам, чтобы вас прощали другие люди. Вот хочется, мы ожидаем этого прощения, да, то есть мы ждем, чтобы нас кто-то простил. Это классно, но мы, как бы, с ожиданием, то есть это нормально, и мы знаем, что Бог нас прощает. И Давид показал этим своим примером, но Ави Солом, он пережил прощение, но так и ничего, так и ничего не понял. Он воспользовался прощением своего отца, так и ничего, как бы, с этим не сделал. Так бывает и в жизни других людей. Они переживают прощение, прощение других людей, они переживают Божие прощения, вот, но мы видим, что они не хотят прощать, пережив уже Божие прощение, они хотят прощать других людей. Ну, вот так это есть. Знаете, нами знаменитая молитва «Отче наш», да, там, как там, слова такие есть, да, в серединке, да, там, то, что там хлеб насущный, там, это классно, здорово, там, избавь от лукавого, да, вообще потрясающе. Ну, там есть такой момент, да, прости, Господи, нам, как и мы, прощай. Ой, тут так хорошо все начиналось, да, там, хлеб подавай, там, дьяволу там запрети, чтобы не касался, так все хорошо. Но тут еще момент какого-то нашего вмешательства и нашей работы, не только как Бог, но еще нашего решения, нашего выбора что-то сделать, поработать с нами. И интересно, что Ишуа, он также рассказывает историю, это от Матфея 18 глава, я не буду ее все выможить, ее повесить на экран, там, включить, да, но, как бы, суть этой истории такова, да, мы все знаем, что один раб, он должен был большую сумму, ну, государю, царю, да, ну, большую, там, 10 тысяч талантов, ну, это большая, как бы, сумма, да, ну, и царь, и царь начал, как бы, там, смотреть, кто, кто, как, кто кому там должен, и тут увидел, о, вот, есть должник должен большую сумму, и говорит, ты, ты там, продай, там, да, там, детей, там, короче, сделай так, чтобы эта сумма вернулась, вот, и он, знаете, это большая сумма, но нереально простить, и он что делает, он просит этого царя, говорит, боже, ну, как бы, дай мне время, там, да, там, я, ну, не могу сейчас, как бы, это все вернуть, и написано, что царь, он так, ну, расположился, да, умилосердившись, что он просто прощает ему все, просто прощает эти 10 тысяч талантов, как бы, ну, будь, будь свободен, как бы, потому что царь имеет на это право и власть простить, ну, история продолжается дальше, да, он такой радостный, довольный, о том, что все ему прощено, все классно, теперь я свободен, как эта песня, я свободен, да, все хорошо, он находит человека, который должен ему, там, намного меньше, там, по-моему, 100 динариев, потому что 100 динариев и 10 тысяч талантов, это, это большая разница, и он находит его, и что, и говорит, все, как бы, ты должен, давай мне, отдавай, и давай, там, написано, там, да, давай, там, душить его, там, угрожать ему, чтобы он, как бы, отдал, об этом царь узнает, там, рассказывают ему, там, слуги, он узнает, и потом призывает его, да, и говорит, что ты делаешь? Я же с тобой поступил, ну, не так, я же тебе простил, почему я тебе простил? так, ну, очень многое, а ты не можешь простить малое, и знаете, и мы знаем, как бы, дальше, как бы, эту историю, да, что, он, помнишь, он, это, я хочу зачитать 35 стих, написано, и что он потом с ним сделал, как бы, да, то есть он заключил его, по-моему, в темницу, да, и говорит, вот, будешь работать, пока не отдашь, там, до последнего, там, как бы, Кондрата, то есть пока, ну, не рассчитайся, потому что ты поступил, то есть ты пережил это прощение, то есть, ну, на себе, ты его пережил, но ты не можешь никак дать прощение своему, как бы, должнику, или, там, обидчику, там, или кто-то еще, и тут интересный момент, да, то есть Бог простил нас в 10 тысяч талантов, то есть, да, то есть, ну, он простил наши грехи, они просто перевешивают, да, то есть, ну, он перевесил, то есть, простил, а есть какие-то моменты, там, допустим, какие-то, там, несправедливые, я думаю, что вот несправедливости, с которыми мы сталкиваемся, они вот равномерно к этим 10 динариям, ну, по сравнению с тем, что Бог нам простил, это всего лишь 10, да, я не говорю, что это легко, это, ну, для нас это сложно, для Бога это, ну, легко, но для нас, как бы, это сложно, но это всего лишь 10 динариев, какая бы там, может быть, ну, не было, как бы, проблема в отношении с тем, что Бог нам сделал, это всего лишь, он говорит, я тебя простил, и 35 стиль говорит, так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, своему брату, согрешающего, ну, против него, и почему, почему я именно взял эту историю, ну, неспроста, знаете, я думаю, что любой проповедник, если он проповедует, он какие-то моменты проходит в своей жизни, на самом деле, я прохожу в своей жизни этот период такой, когда, знаете, вообще на самом деле, как-то вот жизнь наградила меня, или Господь наградил меня, знаете, я легко прощаю людей, ну, не знаю, как-то, знаешь, я еще помню, с детства там, меня могли наказать, там, поругать, а я там раз, два, три, как бы все там, все хорошо, там, ну, то есть, когда вот дается мне это легко делать, ну, не знаю, как-то вот, Бог как-то наградил этим, знаете, то есть, ну, как бы, ну, это не означает, что там, меня не обижали, там, да, или там все было прям хорошо, да нет, были моменты, когда поступали несправедливо, там, ты это переживал, ну, как-то, ну, так, пару дней, там, чуть-чуть, как бы, думаешь, ну, ладно, как бы, ничего, как бы, страшного, не знаю, вот, и я, как бы, благодарю Бога, я просто, ну, благодарю Бога, что, ну, как бы, Бог как-то, вот, не знаю, дал мне, как бы, это легко делать, но, люди, с которыми я, как бы, сталкиваюсь, да, по жизни, и близкие люди, тут другая ситуация, то есть, приходится, ну, действительно, помогать таким людям, которые, ну, не такое, как ты, ну, не все могут быть, ну, вот, знаете, я то, что там хвалюсь, что, на самом деле, есть люди, которые, может быть, пережили в своей жизни, и опять я говорю, о веских причинах, человек, он не становится плохим, там, он родился плохим, да, нет, произошла какая-то причина, это существенная причина, это может быть, ну, не знаю, там, оскорбление, может быть, от родителей, да, там, ну, разные переживают, или, не знаю, унижения какие-то, не справедливости, то есть, это разные несправедливости, какой-то момент, ну, человек, просто, вот, какой-то момент, он раз и сломался, думаешь, боже, вот так все, как бы, хорошо было, так все было классно, я, честно говоря, даже, даже вот, в жизни, есть служителя, есть пастыра, которые, тоже, и опять же, не к осуждению, потому что, действительно, это большой, ну, большая ответственность, служить людям, а люди, ну, зачастую, не всегда отвечают тем, ну, что ты делаешь, и, вот, я много, как бы, читал и смотрю по статистике, что многие оставляют свои служения, потому что, что-то надломилось, ты делал, ты строил, ты помогал, ты, да, и вот момент такой, то есть, вроде как, все хорошо, все прекрасно, а вот не получилось, несправедливость, и человек, он сломался, и сказал, я больше, вот этот момент, что делать, как дальше, и вот Давид, мы потом посмотрим, как он, что дальше было, и Давид, я скажу, что для него это было, ну, это было ужасно, кто-то может подумать, ну, наверное, вот то, что он посеял там в своей жизни, это потом, как бы, вернулось, ну, я не думаю, как бы, что, знаете, извините, Иов ничего не сеял, плохого в своей жизни, написано, что он был праведен, он молился, это, ну, и пришла какая-то, и, знаете, ну, не надо, как бы, давать какие-то такие оценки, да, он сделал грех, он согрешил, да, мы знаем, сын его, который родился, ребенок, он как бы умер, но я не думаю, что, знаете, это просто пошло, как бы, на весь, прямо, рот, и так далее, то есть, есть моменты, вроде, ты делаешь все хорошо, ты служишь, ты это, и ты сталкиваешься, иногда там человек думает, ну, наверное, что-то я сделал не так, что-то, может быть, я не там каюсь, каюсь, отрекаюсь, святым духом наполняюсь, Боже, прости, за все же покаялся, я не думаю, что, ну, есть какой-то промысел Божий, есть моменты, где Бог через какие-то вещи проводит, возможно, это есть, есть внутри человека, внутри это, возможно, есть, от чего Бог хочет просто взять и просто это убрать, поэтому, или, знаете, или просто, не только в словах, подтверждать свою веру, да, потому что, ну, говорить, как-то легче, ну, как-то, да, вот как-то, наблюдали, что говорить легче, чем когда ты проходишь на самом деле, как-то вот оно легко так говорилось, вот, и я как бы эту тему затрону, потому что, действительно, я прохожу эти моменты, где нужно помогать людям выходить с этого состояния, потому что это очень плохое, это серьезный, как бы серьезный, серьезный враг, и история дальше продолжается, я хочу уже прочитать, это 2-е царство, 15-я глава с 1-го стиха, и тут написано, после всего, на весолом завел у себя колесницы, лошадей, 50 скороходов, и вставал весолом рано утром, и становился при дороге у ворот, и когда кто-нибудь имел тяжбу, шел к царю на суд, то весолом подзывал его к себе, и спрашивал, из какого ты города, и когда человек отвечал, из какого он колена Израилева, раб твой, тогда говорил ему, весолом, вот дело твое доброе, и справедливое, но у царя некому выслушать тебя, и говорил весолом, что если бы меня поставили судьбу, о, да что там ты, пастору до тебя нет, он занят сильно, это со мной тоже так поступили, ну вот такой пастор, вот если бы это вот, если бы я стал, я бы тебе, ух, сразу бы, у тебя бы появилось бы множество добрых моментов, а вот царь как бы, он занятой человек, то и вообще, может быть, Бог его не поставил, потому что, ну это же царь, он должен заботиться, пастор же должен заботиться о своих людях, он не заботится, он о себе только думает, а ничего страшного, это, не переживай, идем я тебе, я тебе там сейчас прочитаю, как дальше быть, ну, было такое с вами, ну, я думаю, что может, может с некоторыми, это опять же, не только по отношению там прям к пастору, это может быть там к лучшему другу там или к работнику, я работал на, долгое время проработал, я делал кожаные ремни, как бы, ну не всегда поступал, как бы начальник, ну, скажем так, не так, как хотелось бы, вот не так, как хотелось бы, и ты думаешь, ну как бы, ты же верующий человек, надо же как-то, ну, терпеть, смиряться, конечно, я молился, Господь там, покажи, может быть, ну, не знаю, другой путь, но я вот никогда не делаю скороспешных решений, ну, вот такой я, вот не знаю, я, знаете, как, бывает до меня доходит еще, как до жирафа, знаешь, это вот, там, ну, уже дошло, а я потом, догоняет меня, знаешь, это как при покаянии, я когда покаялся перед Господом, я ничего не почувствовал, думаю, ну, сел из телевизора, и тогда я почувствовал, что я, ну, как-то вот, и, и второе, что я как-то не делаю скороспешных решений, ну, как-то я вот такой, вот, я хорошо подумаю, поэта, по, там, этот, шерсть побросает, уже там, сойдет на нее, там, этот, какая-то роса не сойдет, ну, как-то так, так вот, так, а где я тут начал читать, сейчас, так вот, это не относится, как бы, а, начальник же ж мой, да, я немножечко, как бы, на него огорчался, думаю, вот он видно, и он такой, бывает, приходит, залетает, там, ни с кем не здоровается, потом улетает, и, с ним работал еще один, как бы, человек, с ним вместе тоже, и он говорит, хочешь больше зарабатывать, ну, конечно, все, ну, видишь, тут ты, как бы, тут твоя же миссия, как бы, закончилась, ты тут больше, выше не поднимешься, давай, идем, ко мне, я там открываю свой цех, там все, будешь больше, больше зарабатывать, а, тут, как бы, начальник, ну, этот, Юра, он, как бы, видишь, он занят, он, и то сейчас, мы там, проблемы там, семейные, ну, как бы, я тебе, как бы, дам, все будет нормально, но я не пошел, слава Богу, потому что, как бы, чувствовал, что что-то тут не то, и вот, он говорит, да, что, вот твое дело доброе, справедливое, но у царя некому выслушать тебя, и говорил, Авесолом, если бы меня поставили судьею в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имел бы спор и тяжбу, и я судил бы его по правде, и когда подходил кто-нибудь поклониться, то он простирал бы руку свою, и обнимал его, и целовал его, так поступал Авесолом со всяким израильтянином, приходивший на суд к царю, и вкрадывался Авесолом в сердце израильтян. Интересно, да, и вкрадывался Авесолом, вроде бы благими как бы намериями, ну то есть, то есть, так как он не разобрался как бы со всеми этими моментами, он начинает отравлять других людей, начинает вкрадываться, начинает настраивать против, начинает, ну короче, дело все как бы пошло, то есть рулетка закрутилась, все как бы, маховик закрутился, вот оно пошло, 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 и мы знаем дальше историю, что он поднимает восстание, да, против своего отца Давида, он настроил людей, даже самый, самый близкий советник, да, Афитофел, да, то есть, которого слова были как Бога, там, помните, и то он говорит, да, пойду я к Афитофелу, там что-то интереснее, там, как-то зеленее, все хорошо, как-то Давид, конечно, прошло его, наверное, время, все вот, и вот он уходит, да, там, самый близкий, там, он уходит от него, и интересный момент, Давид практически теряет все, верных людей, уважения, да, ну, когда уже подрывается авторитет, ну, люди так думают, ну, как-то, видно, все, не повезло, авторитет, и даже теряет свое царство, мы знаем, что он убегает, он даже не берет с собой ковчег, хотя мы там, давайте, может быть, мы ковчег возьмем, он говорит, оставьте же, все текаем, потому что угроза, она сейчас могут там убить, как бы все, бежим, конечно, с ним, с ним там, он не один, с ним вышли как бы люди, может быть, сильно-сильно верные, или просто еще не совсем понимающие, что в жизни происходит, не разобравшись, но тем не менее, как бы с ним уходят, а вы знаете, даже оставить ковчег, ну, ковчег, это, 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 присутствие Бога, то есть даже можно понять, что в этот момент он просто потерял все, потерял царство, и потерял даже присутствие Бога, это завет с Богом, это символ Божьего присутствия, и он говорит, там уже ладно, все, оставляем все, бежим, спасайся, кто может. И интересно, знаете, что он потерял практически все, на чем он трудился, что строил, о чем мечтал, все, что дал ему Бог, он все теряет, царство, ну, все, и вот как раз, самый такой подходящий момент, как раз, вот, обидеться, все, все, ну, знаете, обычно думаешь, кто в этом виноват, значит, ищем, так, ищем, кто виноват, можно на Бога, знаете, иногда я как-то готовлю тоже одну тему, что есть три, три, три как бы момента обиды, есть люди, которые обижаются на кого-то, есть люди, которые обижаются на себя, есть люди, да, они себя винят постоянно в том, что они что-то не сделали, и так далее, а есть обида на Бога, ну, как, помните, тут блудный сын, да, то есть, ну, старший обиделся на отца, что вот так вот, с младшим как-то вот, хоть он и там подвижнячил, но как-то пришел, а вот, а я вот тут, и иногда бывает обида на Бога, ты смотришь, что у кого-то лучше, чем у меня, какого-то Бог благословляет, там, как-то поднимает, как-то, ну, а тут я как-то что-то делаю, стараюсь, ну, почему, почему в моей жизни, ну, не так, как у кого-то, у кого-то большая церковь, она растет, а я там стараюсь с этими десятими людьми, которые и так уже устали от тебя, и ничего не получается, да, то есть, у кого-то там жена так сильно любит, а моя жена не очень любит, ну, то есть, да, там, или, ну, такая там, каждый день, там, да, там, ты мой суженый, ряженый, то ты этого слова не, или наоборот, знаешь, там, все же бывает, тоже, и наоборот, тоже можно говорить, ну, почему моя жизнь не так, Господь, почему моя жизнь не такая, как у кого-то, где-то приходит какая-то вот обида, обида на Бога, что у кого-то лучше, и вот Давид, он теряет, теряет, в принципе, все, но если так вот прочитать, как бы я, да, вот мы уже, эту историю там, в принципе, он, ну, практически все потерял, вот, и, ну, так бывает в жизни, вообще в жизни что-то вы теряли, ну, бывало такое, ну, ну, или, бывало, то есть мы что-то делали, строили, может быть, не знаю, может быть, неправильно, но, ну, строили, что-то делали, надеялись, да, и тут оно хлопс, и ничего нет, знаете, у меня, я служил в одном районном центре, как бы, да, ну, многие знают, мы посвятили туда 10 лет, как бы, своей жизни, было много планов, было много, там, мечтаний, как мы будем это все развивать, строить, делать, вот, один, в один какой-то момент ты просто, ну, как бы, раз, ну, и не стало, не, ну, конечно, ты понимаешь, ну, ну, как этот, как это, все содействует к благу, да, то есть, ну, как это, все содействует, все, ты как бы успокаиваешь, как хорошо, как здорово, Господь, все содействует, значит, Господь там, не, ну, это правда, Господь там воспитывал, Господь там что-то делал, Господь там поднимал И еще ты знаешь историю Что до меня там многие служили Кто-то не выдержал, кто-то там уехал Кто-то там еще, то есть разные моменты И тут ты там давай Это все и влаживал И скажу, и столько как бы финансов туда Вливалось, как бы моих как бы личных Да, Господь конечно давал Но там и много-много Столько-столько И оно как бы И тут думаешь, ну может быть Может быть Может быть Ты не помазал на это дело Или не знаю, думаешь, знаешь Может быть, ну вот есть как есть И какие-то приходили такие Такие внутри Думаю, что вроде столько Всего делал, тут как бы ты раз И Все, все как бы куда-то Куда-то ушло Вот, и Давид Он практически Ну, он потерял Потерял все Даже Даже возможно Где-то и присутствие Присутствие Божье Но интересный момент Вот в этот момент Можно сделать Два таких решения Ну, два таких серьезных Да, судьбоносных Решения Да Первое Это Обидеться и обвинить Потому что, ну Это реально Ну, несправедливо Это тяжело И второй момент И какое же Вот Важное решение Принимает Принимает Давид Я, знаете Я это все говорю Именно в контексте Знаете, думаю А почему Эта история Вообще там О воле Божьей Там об То есть оно все как бы Об этом И о воле Божьей И отношение как бы С Богом Потому что это Очень важный момент Поэтому как бы Эта история Может быть Она чуть-чуть Как бы Отдаляется Но тем не менее Она тоже Это Так как мы говорим О Давиде А не как бы О весоломе Можно поднять Тему о весоломе Поговорить Да, то есть Причины Почему Человек Он стал таким Как бы И опять же Я как бы Не обвиняю Ну, потому что Ну, всякое в жизни Бывает Только Господь Он знает И Он Ну, способен Совершенно Оценить эту ситуацию Потому что Ну, мы Иногда Несовершенно Мы оцениваем Но несовершенно Ее оцениваем Как Бог Может ее оценить Вот Поэтому Опять же Я как бы Не оправдываю Там Преступления Да, там Совершенные Этим человеком Но тем не менее И Что делает Что Делает Давид Давайте мы Откроем Второе царство Пятнадцатая глава Тридцатый стих Он мог Обвинить Всех А еще В этом Виноват Его сынок Который Вообще Все Что из-за него Началось Правильно? Ну, из-за него Что все началось В принципе И тут Такие Очень важные Слова А Давид Пошел На гору Елеонскую Шел И плакал Голова У него Была Покрыта Он Шел Босой И все Люди Бывшие С ним Покрыли Каждую Голову Свою Шли И плакали И вот Вопрос Куда Пошел Давид Мы знаем С чем он Столкнулся То есть Эта вот История Она очень Напоминает Ну Она в жизни Как бы Все Похоже Может Кто-то Слава Богу Там Ну Какие там Меньше Переживают Там Моменты Да То есть Ну мы Как бы Говорим Именно О О моментах Как бы Непрощения И Давид Пошел На Елеонскую Гору Чего он Туда Пошел Может быть Там Просто Виднее Знаете На горе Видно Значит Потому что Мы знаем Что Авесолом Он же Там Хорошо Подготовился Он Собрал Там Войско Там Он Собрал Много То есть Ну как бы Он подготовился Хорошо И может быть С горы Просто Видно Вообще Стратегически Как можно Разбить Как можно Там Уничтожить Как бы Да То есть Ну То войско Которое Да Пошел Ну мы знаем Что Весолом Он же Он там Восстал И он В принципе Лепутно Подготовился Но его цель Была Не Увидеть Войну Да Хотя Он был Как бы Военачальником И мог Он В принципе Разобраться Был опыт Большой Мог Разобраться Но Я думаю Что Он пошел Туда Потому что Ему нужно было Присутствие Бога Ему нужно было От Бога Услышать Что ему В этот момент Делать Он пошел В свою Тайную Молитвенную Комнату Ну и Вместе с ним Пошли Многие И он Он понимал Что в этот Момент Это то Место Которое Никто Не может Забрать Знаете В жизни Можно Многое Потерять Приобрел Как этот Есть Такая Поговорка То есть Нашел Не радуйся Потерял Не плачь Может не знаю Мирская Поговорка В притчах Такого нет Ну можно как-то Отнестись Не очень так Серьезно К этому Ну знаете Это же не Слово Божие Ну хотя В принципе Знаете Там Не ну я радуюсь Когда я что-то Дохожу И скажу Я расстраиваюсь Когда теряю Думаю Вау Потерял Все Так Но Я к чему Что в жизни Можно Что-то потерять То что ты мог Что-то делать Строить Там какое-то Служение Что-то развивать Что-то Вкладывать Это можно Ну потерять Ну можно не потерять Но как бы Бывает жизнь так Но единственное Что Ну нельзя И Не нужно терять Это И то что Никто не может Отнять От тебя Это Ну Присутствие Бога И твою личную Тайную комнату Бог Бог это Не заберет Наоборот Бог будет Подводить тебя Именно К этому Месту Чтобы Ты Начал Разбираться Не своими Как бы Силами Навыками И то Как ты Это Знаешь И Давид Ну Он был Мощным Воином У него Люди С которыми он вышел То есть там Ну там были тоже Воины И он мог как бы Собрать всех Организовать Все Как бы У него было столько Много Побед Как бы Он знал Как мечом Владеть Он все Как бы И мог пойти Как бы Войной Но он не пошел Не пошел Возможно Он Как бы Понимал Что это его Как бы Сын Но тем не менее Уже Как бы Сын Он стал Где-то И преступником И врагом Но И он не пошел И он понимал Что это Единственное место Как бы Было ли Огорчение В его сердце Ну вот У Давид Было Огорчение Почему Почему Так все Произошло Но он понимал Что это Единственное Место Где он может Разобраться С этим состоянием Потому что Он мог Наворотить Ну Очень много Ну Таких Нехороших Дел И он понимал Что это Единственное место Где он мог Разобраться Спросить У Бога Это То место Нашего Исцеления Это то место Где мы можем Получить Слово И откровение От Бога Как нам Дальше Действовать Что делать Это место Отношений Ты и Бог И интересно Что у Давида Было Это место А вот А у Ависолома Его не было И Как бы Как бы Ависолом Не подготовился Как бы Он там Не подговорил Людей Там Да Там Ну Не обманул Там И так далее Он не учел Ну Одного Он может Все учел Уже Планы Стратегия Завоевания Царства Власть Сил Вау Думают Все Наконец-то Это Он может Все учел Но не учел Один важный Фактор Знаете Какой На какой стороне Бог Вообще Находится Вот Этого Он Увы Не учел Так как У него Не было Этой комнаты Он Рассчитывал Как бы На Свои Он Этого Не учел А Давид Учел Фактор Божий В этом В этой Ситуации Он Знал Бога Он Видел Его Проявления Он Видел Его Чудеса Он Видел Как Господь Дает Ему Силу Там Победить Льва Да Там Этого Хищного Животного С большими Когтями Да Видмедя Да Там Или как Правильно Говорить То есть Давид Видел Потом Голиафа И потом Мы смотрим Что На протяжении Как бы Его жизни Бог давал Ему Победы И он Он знал Как Бог Действует Он знал Что Если И потом Вы знаете Да В истории Он говорит Господь Если ты Если ты Пойдешь То я Пойду Боже Идти Мне Или Не Идти Бежать Мне Смысл Я могу Рвануться Побежать Как бы Это А если Ты Ты не будешь В этом Содействовать Так что Туда Ну Побегу Я Что Потом Дальше Он Знал Он Учитывал Фактор Божий И Он Знал Бога Это Очень Важно Потому Что У него Была Гора Где Он Общался С Богом И Давид Знал Бога Он Помните В Саламах Это Очень Радость Ну Вообще Ну Что Тогда Вообще Будет Я Тогда Не Смогу Себе Чувствовать Спокойно И В Безопасности И так Далее Я Буду Подходить К Завершению Нам Нужно Действительно Иметь С Ним Отношение Это Не Просто Какой-то Знаете Додаток С Богом Знаете Иногда Ну Люди Бывают Как Знаете Вот В жизни Человек Есть телефон Да Есть к нему Там Додатки Разные Программы Иногда У людей Знаете У них Все хорошо В жизни Все Просто Классно Ну И еще Как бы Вера Не Помешает Ну Тут Интересно Супер Все Знаете Как-то Бог Тоже Не Помешает Знаете Как Иногда Бог Как Заправочная Станция Знаете Пришел Заправился Ой Хорошо Все Классно И все И убежал Убежал И там Вытратил Как бы Все свое Палево И потом Опять Надо Все-таки Пойти Опять Или там Ну Не знаю Как Больница То есть Надо Прийти Потому что Бог Помогает Исцеляет Помог Исцелил Поврачевал О Все Спасибо То есть Как-то Знаете Господь Какой-то Предаток Ну К чему Что уже Есть Но Бог Он Не Предаток Знаете Мы проходим Наставничество И там Вроде Как Знаете Книга Которая Только-только Открывает Как бы Вообще Бога Для Новообращенных Для Не знающих Бога И там Такие Вопросы Интересные Мы проходили Кто Для Тебя Бог Он Где-то На Небесах Он Господь Или Он Твой Бог Вот такой Вопрос То есть Ты знаешь Что Бог Он Есть Он Где-то На Небесах Он Господь Он Царствующий Он Это Или Потом Вопрос Еще Или Он Твой Бог И Люди Иногда Путаются Он Господь Он Есть Но А является Твоим Личным Недодатком А Всей Твоей Жизнью Твоим Личным Богом Тем Кто Без Которого Ты не Можешь Жить И Неважно Какие Ситуации Тебя Окружают Я знаю Что Есть Тот Кто Меня Поддержит И Поможет Есть Тот С кем У меня Есть Отношения Есть Тот Кто Ну Не Оставит Меня И Даже Какие Бы Не Были Есть То Место Где Я Могу Прийти И Получить От Бога Силу Или Ответы Или Успокоиться Если Бог Он Какой-то Додаток Или Предаток Это Ну Ты Ничего Человек Не Получит Ничего Если Он Не Стал Личным Господом Царем Который Управляет Твоей Жизнью Который Ну Руководит Твоей Жизнью У Которого Воля Совершенная На Все Что Происходит То Вещи С которыми Столкнулся И Не только Ависолома Многие Сталкиваются То Знаете И Вот Проблема Что Давид Он Разобрался С этим Он Просто Разобрался Были У него Огорчения Думаю Были Были Обиды Были Были Непонимания Почему Господ Были Но У него Были Отношения С Господом И было То место Куда Он Мог Прийти Слава Богу Что Мы 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 Ходим На Служение Это Вообще Здорово Я Знаете Жду Этих Времен Слава Богу За Большие Конференции Слава Богу За Служение Я раньше думал Чем больше Ты будешь Служить Тем больше Все будет Хорошо Но Вы знаете Даже Не служение Не численность Служений Они Когда приходят Какие-то трудности Они тебя не помогут Не спасут Только Я не вижу Что не нужно Служить нужно Вообще Служение Это уже Выражение Моей Любви К Богу Я это хочу Делать Потому что Я люблю Бога Я это делаю Это как Знаете Уже как Последовательность Да Того Что я делаю Или можно сказать Да-да Так Но 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 не заменит Бога А Бог Бог был на стороне Давида Потому что Давид В этой ситуации Искал лица Божьего Как ему поступить И не давал Эмоциям Идти впереди Давид Знал Бога Он знал Что его нужно Искать Что у него Нужно спрашивать Потому что Он знал Слово Божие Что Тот Кто ищет Бога Бог не пройдет Мимо души Ищущей его Есть такое Писание Бог не пройдет Мимо души Ищущей его И мы знаем В итоге Да Эту историю Ведь Солом Он погибает Отмеча Со своей Яростью Непрощением Несправедливостью Конечно Давид Очень Разочарован Он очень Как бы Расстроен Он написано Он оплакивал Потому что Как бы Как бы он Не восстал На него Это все-таки Ну был его сын И ему было очень Знаете Так бывает Ну Так Господь поступает Мне как бы Про образ Бога Потому что Знаете Люди Которые могут быть Восстают против Бога Что-то делают И потом Ну духовно Как бы они погибают Умирают Ну Бог не радуется Это слава Богу Закончился Этот Знаете Как палка в колесы То есть Теперь можно свободно Двигаться Нет Богу больно Когда Ну его дети Ну Поступают так И в нашей жизни И служении Мы будем много Сталкиваться С несправедливостью И обидами И разочарованиями Куда нам нужно идти Сколько мы будем жить На этой земле Сколько мы будем Сталкиваться Ну Как-то хочется Обойти это все Чтобы ко мне Это не прикасалось Но Ты по-любому Столкнешься Столкнешься По отношению Детей К тебе Да По отношению Может быть Супруги Супруга Близких друзей Братьев Сестер Не знаю Мы будем С этими моментами Сталкиваться И будут Несправедливые Ситуации В нашей жизни Они будут Как бы Этого не хотелось Но мы будем С этим сталкиваться Куда нам идти Где То место Ну Не Побегу на конференцию Не Ну Слава Богу Можно побежать Там Аллилуйя Господь Тут Ты Этот Вчера Там Махал кулаками Там Ссорился Там Да Там Ну не знаю Там С кем-то С женой Или еще Может быть С кем-то Или наоборот Тут На конференции Все Там Можно Не знаю Прийти на служение Можно Ну Много Это нужно Но Ты понимаешь Что Это не то место Это нужно Это важное место Но Есть большее И где то место Где я могу Успокоиться Где то место Где я могу Побороть Эту Обиду Непрощение Горесть Несправедливость Потому что Я понимаю Что это Ну Оно Накапливается И оно Ну Это враг Он убивает меня И как мне Где это место Справиться Я хочу с этим справиться Знаете Самое что интересно Человек хочет с этим справиться Я хочу с этим Справиться Но Не могу Хочу Но не могу Боже Ну И слава Богу Потому что Знаете Если бы не было Вообще Вот друг друга То вообще Я не знаю Как человек бы справился Если бы Ну как бы Не собирались бы Вместе Важно Быть на служении Общаться Потому что Бог дает людей Которые тоже Участвуют Ну Ну В твоей жизни Это очень важно Знаете Здорово Когда Кто-то Он знает Не только ты один Да Он знает твою проблему Он участвует Он помогает Он Ну не знаю Консультирует Просто молится Вместе То есть Да Там Ну Как-то Пытается Как бы Это делать Это классно Когда мы Собираемся Вместе Когда мы Слышим Друг друга Бог может И здесь Тоже что-то сделать Сверхъестественно И это очень часто бывает Но все равно Есть то место Где на самом деле Оно должно быть У каждого У каждого Верующего человека У каждого Независимо Какого оно там Размера Там может Два на два Там может быть Метр на метр Да Там Какой-то Может быть А может быть Знаете Может быть Это может быть Огромная Огромная Территория И это место Называется Тайная комната Это место Где только Ты и Бог Потому что Есть Моменты Где ты Не все можешь Рассказать Даже самым Близким людям Ну Не все Может быть Есть моменты Где Они личные И Не всем Нужно Рассказывать Не всем Кто-то Может быть Не поймет Или для кого-то Может быть Не нужно Чтобы он Это услышал Такое бывает И Это место Это место Где только Ты И Бог Это то место Где мы можем Быть спокойны Даже после того Когда ты потеряешь Все Потому что Бог может Все вернуть И даже Больше Это то место Где решаются Все наши Проблемы Они там И остаются Это место Ответов Неправильно Говорить Там Кричать Там Помогите У меня Много проблем У меня Много Несправедливости Ай Там Крич Ну Это может быть Любое место Это может быть Опять же Два на два Метр на метр Это может быть Не знаю Вся вселенная Можно Знаете Интересно Я когда Моя дочь Уходила Утром Я говорю Куда ты идешь Она говорит Я Я иду на прогулку С Богом И она вот Каждое утро Выходила Как бы И она вот Прогуливалась Как бы С Богом Просто Знаете Это классно Эти погулки Знаете Я очень люблю Ездить Просто Особенно Люблю один Ездить Не Ну Я стараюсь Как бы С кем-то Но иногда Знаете Я Ты просто Едешь Ты знаешь Что тебе Два часа Ехать И ты знаешь Думаешь Так классно Ты вот Думаешь Размышляешь Особенно Такую музыку Поставил Как вот сейчас Вот играет Такая музыка Знаете Я Вот ты поставил И ты едешь Ты размышляешь Такие размышления Какие-то мысли Такие приходят Ну Можно пройтись Знаете Особенно Там По парку Пройтись Там Вот это вот Время Это есть Тайная комната Это не место Где-то Уголок Там Где-то в доме Там Если у вас Вообще-то Маленькая квартирка Это просто Место Где ты проводишь Время Потому что Вопросы Они есть Их очень много Семейные вопросы С детьми Вопросы Там В работе Вопросы Какие-то личные Их очень много И Классно Когда мы С кем-то Общаемся Мы Ну Есть там Наставник Или консультант Или пасты Это все здорово Но все равно Есть тот Консультант Который Ну Который Который Сто процентов Поможет Сто процентов Это должно Быть Это очень важно Потому что Именно Вот Это место Оно позволяет Разобраться Тебе С этими врагами У Давида Было Это место Куда он Пошел Он Пошел На гору В другой Как бы Ситуации Да Он просто Был В удаленном Месте В утаенном Месте И это Очень важно И у каждого Из нас Должна быть Это Ну Гора Ну Преображения У каждого Из нас И никакое Служение Это не заменит Не заменит Знаете Иногда Люди убегают Ну я был Такой Знаете Я думаю Побольше Быть заняться Какими-то Служениями Что как-то Ну ты как бы Служишь И ты же Отвлекаешься Знаете Люди в мире Вообще просто поступают Они 50 грамм накатили И как-то все Знаете Ну мы что верующие люди Ну я как бы Не знаю Я точно не накатываю Не знаю Думаю Что вы тоже Ну как-то так Вот люди Расслабили А как же Расслабиться Как же забыть Ту ситуацию Ту ситуацию Ну не знаю Может быть У кого-то Непрощение Обида Может быть У кого-то Какая-то боль И как-то Выйти с этой боли Там Ну накатил И все Кто-то на работу Убегает Ну знаете Моя мама Она говорит Ну у меня Я рос в семье Я благодарю за маму За отца Ну Я просто говорю Ситуацию Знаете Что отец выпивал И приходил И устраивал скандалы И мама Она говорит Ты знаешь Говорит Когда я с ней общался Она говорит Ты знаешь Когда заканчивалась работа Я не хотел идти домой Ну потому что Дома там Не был Не был Этот значит Этот уют И покой Там были разборки Там были унижения Говорит Я не хотел Говорит Для меня работа Это как Вот это время мое С Богом Даже я там работал Работала очень тяжело Но это время было мое Ну с Богом То есть это было время Моего покоя Хотя я уставала И вот к чему Что люди иногда Там пытаются На себя навалить Куча Куча работ Куча всего Чтобы вот По-любому Проблема-то она не уйдет Ты по-любому Будешь Придет момент И ты с ней столкнешься 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 И нужно с ней разобраться В верующей семье Побольше служений Побольше служений Чтоб движения Служить Ездить Бегать Это здорово Это классно Ты приезжаешь Уставший Покой весь Думаю Слава Богу Столько для Бога Сделал Такая приятная усталость Но ты понимаешь Что есть проблема Которая Никуда Ну никуда Она не уходит И есть то место Единственное Где ты Где ты можешь С этим разобраться Это вот это То место Куда пошел Пошел Давид И он С этим разобрался Со своим Непрощением Любишь петь Играть Это так Да Это моя Как бы Жить Так здорово Вот если бы У тебя Забрали бы Музыку Любил ли ты Бога потом Он задумался И говорит Ну Бог же дает Это То есть Ну да Как бы Было бы немножко Ну Может быть Что-то бы не хватало Но Но Бога Не пристал бы любить Потому что Ну Он дороже Чем музыка Он дороже Чем Ну Все остальное Даже если бы И забрали бы У меня То чем я занимаюсь Ну Ну То я бы не перестал Любить бы Бога Потому что Ну Потому что Он дороже Ну Это Хороший Как бы Ответ Поэтому Бог Он Он Не предаток Все чем мы Занимаемся Это уже Нам это нравится Мы это любим Через это Прославляется Господь Но Господь Прославляется Не сама музыка Не сами инструменты Он прославляется Поэтому Я думаю Что это единственное место Где мы сможем Разобраться И успокоиться Это вот Тайная Молитвенная Комната Или то место Где ты Проводишь Время С ним С Богом И независимо Какие Проблемы Каждый из вас Проходит свои трудности Я прохожу Свои трудности Какие-то Ну Я просто Все Доверяю Богу И есть Вещи Которые Я только Богу Рассказываю Просто Только Ему Все Я никому Не говорю То что Я считаю Нужным Я могу Рассказать Но есть Вещи Которые Не только Богу Можем Сказать И Он Как написано В Божьем Слове Я хочу Еще раз Почитать Потому что Он Знал Что Бог Не пройдет Мимо Души Ищущей Его Бог Не пройдет Мимо Души Ищущей Его И Давид Это очень Хорошо Знал Поэтому Пусть Господь Благословит Вас Иметь Общение С Богом Независимо Сколько Вы Потеряли В своей Жизни Или Нерешенные Проблемы Знаете Что Бог Он Знает Он Всем Я Я Верю Что Это Было Вашем Житии Давайте Мы Помолимся Отец Мы Приходим Тебе Во имя Ишо Нашего Господа Мы Любим Тебя Потому Что Ты Возлюбил Нас Ты Пришел Важен Здоров'S Мне Возьмах Жизни И я Прошу Тебя Беспоти Молю Тебя Боже за каждого, кто здесь находится, за себя также, за всех, кто, возможно, смотрит нас в онлайне. Я молю Тебя, Господь, дай нам просто все свои заботы и проблемы просто отдать Тебе. Боже, у нас есть много переживаний за детей, как все получится, как вырастет сын, как вырастет дочь, что вот кто-то не слушается, кто-то не подчиняется, и многое, многое, многое. Как мне поступить в этой ситуации с этой несправедливостью? Боже, но мы знаем, что Ты никуда не ушел. Ты ждешь нас, Ты ждешь нас, пока мы придем к Тебе и просто отдадим все Тебе. мы уединимся с Тобой и будем мы, буду я и Ты. И дай нам просто, Господь, независимо от тех обстоятельств, просто быть в Твоем присутствии, знать, что, возможно, та ситуация, которая сейчас у меня, это будет во благо, и Ты проведешь через что-то и сделаешь, может быть, возможно, ближе меня к Тебе. Или явишь свою славу, и эта слава, она распространится намного дальше моих окон и дверей. Боже, потому что Твоя воля, она благая, угодная и совершенная. Мы делаем какие-то ошибки, и не дай нам обвинять себя за то, что мы делаем. Обвинять себя за то, что, возможно, дети не подчиняются нам и не слушают нам. Обвинять себя за какие-то вещи, может быть, люди к нам не так относятся, может быть, мы что-то сделали не так. Просто прийти к Тебе и отдать все в Твои руки, Господь, и слышать от Тебя. Даже когда мы плачем, даже когда мы... у нас ничего нет, ничего не осталось, но мы знаем, что Ты способен все вернуть, возродить, умножить, потому что только Ты это можешь сделать. Только Ты. И сейчас наше упование, наша вера только на Тебя. Не на людей, не на свой опыт, не на свои силы, но только на Тебя. Мы надеемся, мы уповаем только на Тебя. И мы знаем, что какая бы ни была ситуация, она разрешится. Как говорит Твое слово, что Ты не пройдешь мимо того, кто ищет Тебя. Не пройдешь. Боже, мы благодарим Тебя за это время, мы славим Тебя, мы хотим в этом состоянии нашего сердца, мы хотим просто прославить Тебя, воздать Тебе, потому что мы знаем, что Ты не пройдешь мимо каждого из нас. Харик. Боже, Ты, Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томить путь моя, дай мне видеть Твою славу, Твою силу вечный Бог. О, Святый Бог, Святый Бог, Ты, Бог, Святый Бог, Святый Бог, Когда вспоминаю о Тебе, о том, что сделал в жизни моей, снова сердце в руках Твоих, я вознесу к Небу руки свои. Дай мне видеть Твою славу, Твою силу вечный Бог. О, Святый, О, Святый Бог, Ты, Бог, Святый, Ты, Бог, Святой, Ты, Святый Бог, Боже, мы любим Тебя, мы благословляем Твое святое имя, потому что только на Тебя наша надежда, на Тебя наша опора, Господь. И сейчас мы приходим к Тебе во имя Ишуа, нашего Господа, который пришел в этот мир и отдал свою жизнь, который простил нам десять тысяч, даже больше он простил нам все, Господь. Боже, если есть какое-то непрощение внутри меня, я прихожу в это место, в эту тайную комнату. Я прошу Тебя, Господь, помоги мне, Боже, разобраться с этим врагом, как непрощение, как обида. Боже, или что-то еще, Господь, со мной не поступили неправильно, несправедливо, но все это я отдаю Тебе, Господь. Я молю Тебя, Боже, просто забери это от меня, я не хочу с этим жить, я хочу жить свободно, я хочу жить и прославлять Тебя. Боже, потому что жизнь, она дана один раз, я хочу прожить ее в силе, в славе, Господь, прославляя Твое святое имя, Боже. Я не позволю никакому врагу уничтожить мою жизнь, я противостою всякому врагу, который ополчился на мою жизнь, потому что, Господь, Бог мой, Он моя сила, Он моя защита. Боже, я молю Тебя, пусть придет Твое исцеление, пусть придет Твое исцеление, Господь. От всяких обид и ран, несправедливости, Боже, в мою жизнь Твое исцеление, сверкестественное Твое исцеление, Господь. Я принимаю решение отдать все Тебе, Господь, Отдать все тебе, Господь, здесь, на этом месте Боже, в это время я устал, Боже, ходить Боже, в этом непрощении, в этих обидах, непонимании Боже, в этой, может быть, гордости или еще чем-то Я все отдаю Тебе Я принимаю решение простить этих людей Я принимаю решение простить Тебя, Господь Я принимаю решение простить себя Может быть я, Боже, по отношению к своей жизни Я обвиняю себя за то, какие у меня дети За то, какие у меня близкие Или что-то еще Но ты не обвиняешь Господь Ты сказал, Боже, женщине, которая пришла к тебе Ты сказал, Боже, хотя, Боже, много было обвинителей Много кто обвинял ее Но ты сказал, я не обвиняю тебя Иди, иди, не греши, я не обвиняю тебя Иди, для тебя откроется новая жизнь В новых красках Потому что, потому что я Господь твоей жизни Потому что я художник твоей жизни Боже, и мы благодарим тебя Потому что сейчас, на этом месте Ты исцеляешь нас Ты исцеляешь наше сердце Ты забираешь эту боль Из наших сердец Только ты способен это сделать Мы принимаем решение Просто отдать это тебе И, Боже, я благодарю тебя И, Боже, я благодарю тебя за то, что ты сейчас исцеляешь Ты сейчас, Боже, наполняешь нас Твоей жизнью Ты сейчас, Господь, делаешь нашу жизнь прекрасной И ты поднимаешь нашу веру Смотреть дальше вперед Потому что только ты способен это сделать Во имя Ишуа Слава тебе, Господь, слава тебе, Михаил Слава тебе, Господь, славу тебя тебя люблю я, как люблю я, тебя люблю я, тебя, как люблю я, тебя люблю я, как люблю я тебя, Господь, тебя люблю я, как люблю я, как люблю я, тебя люблю я. Милость твоя лучше, чем жизнь, уста мои прославят тебя, Милость Твоя лучше, чем жизнь. Уста мои прославят Тебя. Аллилуйя! Аллилуйя! Боже, спасибо Тебе! Ми дякуємо Тобі за Твоє зцілення наших сердець. Ми дякуємо Тобі за Твою безмірну любов. Ми дякуємо Тобі. Але більше ми дякуємо Тобі за те, що Ти простив нас. І ми пережили це прощення. Ми пережили, Господи, то, що Ти зробив і то, що Ти дав нам. Ти простив нас. Вим'яй шоу. Амен! Аллилуйя! Давайте воздадимем Богу славу. Аллилуйя! Аллилуйя! Да благослови Тебя, Господь, і сохрани Тебя. Да презрит Господь на Тебя светлым Своим лицом і помилуй Тебя. Да обратит Господь своє лице на Тебя і даст Тебе свій шалом, свій мир. Во ім'я Йошоу. Амен! Будьте благословенны, ходите в свободі, в силі і да благословит вас Господь. Амен!